Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Писистрат около 600-528 года до н.э., тиран, афин, благоволящий деспот, под чьим правлением Атика процветала культурно-экономически во время правления Писистрата. В Атике была введена единая монетная система, а атические чернофигурные вазы стали экспортироваться во все части Греции. Греческие историки утверждают, что именно Писистрат вел традиционные дионистские празднества и позаботился о создании канонических текстов, гомеровских поэм. Писистрат сохранил на протяжении своего правления конституцию Солона и подготовил почву для будущих демографических реформ. Из википедии. Между 565 и 560 годами до н.э. командовал афинскими войсками в Афино-Мегарской войне и нанес мегарянам ряд поражений. Имел трех жен. Изображения на афинских монетах при Писистрате становятся единообразными. На лицевой стороне голова Афины в профиль наоборотная сова и священная птица богини. Правление Писистрата часто называют веком Кроноса, то есть Золотым веком. Писистрат установил в обществе мир и способствовал росту общественного благосостояния. При нем заметно улучшилось положение крестьянства и других слоев простого народа. И город достиг экономического процветания. Писистрат установил политическое равенство граждан в виде равенства всех перед законом. Ну вот так вкратце о Писистрате, тиране Афин. Пока-пока, до свидания.